Олег — совозчик. Козёл. Здесь живёт эта гнида. Максим оглядел оторванный от цивилизации клочок земли и затянулся. Не заметил, как пепел упал на кроссовку. Зима выдалась тёплой. Редкий снег лежал лишь в глубине оврагов, а потому терялась всякая надежда различить хотя бы кусочек сухой дороги среди растянувшейся вокруг хляби. В ней утопал по самую крышу и потемневший сруб, никогда не знавший краски. Жилище словно разобрал по пьяни огромный шутник, а затем собрал заново, но уже с закрытыми глазами настолько несуразным оно выглядело. Рядом стоял сарай, с виду поновее и поприличнее, а чуть поодаль — загон, из которого доносилось редкое блеяние. Хвойные великаны вплотную подступали к околице, нависая вечно зелёными кронами. В сумраке они казались чёрными. «Ага», — Маша сплюнула и намотала на руку шнурок спортивной кофты, туже затягивая капюшон на голове. «Здесь». Стоявший рядом Сеня поёжился, ледяная капля упала за шиворот. Бутылка едва помещалась в карман ветровки, и парень крепче прижал её к телу. Макс провёл рукой по бритой голове, словно вспоминая, как тут оказался. Колючий ёжик под пальцами всегда его успокаивал. Воздух студил разгорячённую алкоголем кровь, но нельзя было позволить такой мелочи помешать задуманному. «Погнали», — скомандовал Максим, отбросив бычок, и троица направилась к хибаре. Вязкая грязь чавкала под ногами. Сначала на стук никто не отозвался. «Хозяин, выходи, слышишь? Есть кто живой? Эй, хозяин, дело к тебе!» И лишь спустя несколько минут внутри послышалось кряхтение половиц. Дверь оказалась такой же косой, как весь дом, и открывалась за пару-тройку толчков. Когда из темноты проёма вылезла лохматая башка, Маша тихонько вскрикнула, а Сеня дёрнулся, чуть не упустив бутылку. Максим замер, часто моргая и пытаясь понять, уж не перебрал ли сегодня, не мерещится ли? «Чего надо?» спросило страшилище человеческим голосом. «Тебя, урод!» опомнился Макс и слегка повернулся корпусом. «Тебя надо!» Кулак ударил в густую щетину, щёлкнула челюсть и лохматый грохнулся внутрь проёма. «В одно касание! Красава!» Сеня дёрнулся, повторяя движение. «Чё стоите?» Макс повернулся к спутникам. «Мы с Машкой дом посмотрим, а ты в сарай дуй. Надо найти, чем вязать его будем». И пнул лежащего. Он встретил её на самой опушке, под гнущимися от ветра кронами. Издали приметил розовое пятнышко и до последнего не верил, что кого-то может занести в такую глушь. Девочка прятала руки в карманы не по погоде тонкой куртки и крутилась на месте, уворачиваясь от хлёстских порывов. Влажное, то ли от слёз, то ли от мокрого снега лицо, побледнело на холоде. «Белое, как козье молочко», подумалось Вася. «Я варежку потеряла». Она протянула ладошки, одна и правда оказалась голой. Ткань на второй промокла и потемнела. «Сестра меня прибьёт». Услышав досаду в детском голосе, Вася осмелился сделать шаг ближе, присел на корточки. Незнакомку больше волновала её потеря, чем встреча в лесу с чужаком. «Ты как здесь, маленькая?» Сказал он тихо и подумал на миг, что она могла не услышать его в порыве ветра. Заблудилась. Девочка надула губы. Она не стала плакать или убегать. Не попросила помощи. Смотрела пристально, совсем по-взрослому. Даже нет, иначе. Взрослые прятали взгляд, завидев Васи на лицо, отворачивались. Иногда плевали под ноги, кривились и обзывались. Кто-то смеялся, и тогда ему делалось хуже всего. Тогда он жалел, что не отвернулись. Но эти глаза, горящие угли на белом снегу, смотрели с любопытством. Разглядывает, как картинку в книжке. Совсем не боится? Страхом не пахнет, пахнет проблемами. Голос сзади, чуть выше макушки. Фразы привычно рубленые, бесцветные. «Ты одна?» Вася растерянно почесал нос. Девочка кивнула. «Оставь». Вася встал и осмотрелся. Девочка прижала подбородок к воротнику и пританцовывала на месте. Над головой жалобно трещали осины. «Скоро будет темно. Она что-то колеет». «Замерзла, поди. Ну, пойдем ко мне в дом. Там и печка натоплена, и горячего поедим». «Зачем?» «Выйдет боком». «Мне сестра, — говорит, не ходить с незнакомыми». «А где твоя сестра?» Девочка пожала плечами и опустила глаза. «Наверное, в ближайшей деревне живет. Раз сама дошла, больше ниоткуда». «Вася замер в нерешительности. Но не силы же ее тащить. На кой она тебе сдалась? Замерзнет же. Тебе что за дело? Не по-людски? Нашел кому говорить». Ветер швырнул пригоршню белых хлопьев с новой силой. Те сразу таяли, едва касаясь земли и людей. «От вас можно позвонить?» спросила девочка, шмыгая носом. «Можно». «Но тогда пойдемте». «Я Вася. Дурак». «Катя». Она просунула холодную ручонку в его ладонь, и мужчина легонько дрогнул от прикосновения мягкой кожи. Дома он первым делом сложил ее вещи на печь. Сушиться отправились белая шапка с помпоном, розовая куртка, невысокие ботиночки с носками и единственная варежка. Вася принес полотенце, в которое Катю можно было завернуть полностью, чистое и хрустящее. Пока вытирал ей голову, руки и ноги, думал, какая же она хрупкая, кажется, сожми покрепче, и посыплются фарфоровые осколки. А я ее своими лапами. Девочка походила на попавшего под дождь зайчонка, дрожащего всем телом. Даже пахла мокрой шерсткой. «Давай покушаем тогда уж. Давайте сначала позвоним. Телефон заряжается. Ты покушай, обсохни, тогда и позвоним». Катя на мгновение задумалась, потом кивнула. В ее животе одобряюще заурчала. Она молча съела тарелку супа, затем вторую, тщательно промокнула корочкой хлеба последние капли. «Сейчас чая попьем с малиновым вареньем». Сам ягоды собирал. Вася почти ничего не съел, лишь хлопотал вокруг. «Любишь варенье?» «Конечно». «А чай из блюдечка будешь?» «Это как?» Катя округлила глаза. «Во, дает. Из блюдца чай не пила?» «Наливаешь и сербаешь». Вася продемонстрировал. «Так вкуснее». Она сербала так, что перекрывала. «Вой ветер за окном. И с каждым разом. норовила сделать громче предыдущего. А он не мог оторвать. И с каждым разом. И с каждым разом. И с каждым разом. Она когда пьяная». Он заметил только сейчас. По детской коже рассыпались грозди. Синие и желтые, местами черные точки на шее и запястьях. Вася осторожно взял Катину руку в свою, задрал рукав легкой кофточки. Выцветшие следы боли тянулись до самого локтя, уходили выше под ткань. Отдернулся, будто ударили его самого. Она хорошая, правда. В детских глазах не читалась обиды. Она мне кушать готовит и в школу отвозит. Только когда пьяная, любит меня меньше. Я тогда гулять ухожу на весь день. Сегодня вот далеко зашла. И заблудилась. Вася больше не садился. Кружил вокруг стола в раздумьях. Грудь распирала. Но мужчина еще не понимал, что за чувство клокочет внутри. Лишь сжимал и разжимал разом похолодевшие пальцы. Избавься от нее. «Дядя Вася, может телефон уже зарядился?» «Что?» «Да-да, сейчас проверю». Он вышел в другую комнату. На улице окончательно стемнело, но Вася не стал зажигать свет. Заметался в полумраке от стены до стены. Ее там обижают. Надо что-то делать. Избавься. Нет. А что, если она останется тут? Она ведь может остаться. От этой мысли в легких пропал воздух, а голова потяжелела. Мужчина ухватился за край комода, чтобы не упасть. «У меня хозяйство. Вдвоем прокормимся. Я буду заботиться о ней так, как никто не заботился. Я читать ей буду сказки. У меня ведь столько книг со сказками. А по теплу гулять будем в лесу, на речке купаться, ягоды собирать. Я ее варенье научу варить и чай из блюдца». Он боялся дышать. Холодный пот щипал глаза. Из носа текло по губам. «От девчонки будут проблемы. Нам будет хорошо». «Нет. Там ей плохо, а со мной будет хорошо. И козочки мои ее полюбят. И ты тоже полюбишь. Мы вместе будем о вас заботиться. Ведь можно так. Я позабочусь. Вот увидишь. Я...» «Нельзя. Ее будут искать. И найдут. Здесь. С тобой. Тебе не забудут. Тебя не простят. Ее заберут». Слова, тяжелые, как обух топора, бились в темечко. Отдавались болью в черепе. Вася трясся и рыдал, но стиснутые зубы не пропустили ни звука. «Это люди. Спасая их, подставишь себя. Они не знают благодарности. Что мне делать? Я не хочу, чтобы с ней вот так». Несколько мгновений мужчина слышал лишь свое тяжелое дыхание. «Есть вариант. Вася замер. Он уже слышал эту фразу. Догадался. Всем на нее плевать. А ты не можешь помочь. Подумай, что ее ждет. В этой деревне. В этой глуши. Сегодня она наткнулась на твою хибару. А завтра замерзнет насмерть. «Тебе ее не спасти. Я могу». Вася обхватил голову руками. Хотелось кричать во весь голос. «Больше не будет боли. В страдании. И никто не узнает». Перед закрытыми глазами разрывались цветные вспышки. «Отдай ее мне». «Сюда, смотри, урод. Видишь, что это? Что это, я тебя спрашиваю?» Макс тряс перед связанным детской рукавичкой. Вася с трудом разлепил единственный уцелевший глаз. Дышать удавалось через раз. В горле пересохло, а ребра разрывались болью. Кровь на лице медленно застывала, словно карнавальную маску раздавили каблуком, а затем приклеили осколки к безобразной физиономии. «Знаешь, скотина, ментам ты, может, и втер какую-то дичь, но от нас так просто не избавишься». «Я ничего, ничего ей не сделал. Я ее не трогал». В который раз разбитыми губами слова вперемешку со вкусом металла. «Заткнись, мразь. Мы знаем, что ты сделал. Знаем. Да пускай расскажет. Я хочу это услышать». Маша подошла ближе, потянула за волосы, ее губы в розовой помаде, с них протянулась ниточка слюны, коснулась Васиной кожи. «Скажи это, давай. Говори. Я насиловал ее, а потом убил. Скажи. Я ее насиловал. Я ее насиловал и убил». Теплые капельки летели из Машиного рта на кровавую маску. «Я не... Изнасиловал и убил, сука. Скажи это!» Девушка била наотмашь, рвала ногтями запекшуюся корку. «Скажи!» «Все, все, хорош. Ты ему всю кровь выпустишь раньше срока». Максим обхватил за плечи, потянул на себя. Прижался носом к затылку. «Ну ты чего? Мы же еще не закончили. Успокойся, маленькая. Это только начало». Она ослабла в его руках. Макс повернулся к Сене. «Налей нам еще по одной». «Выпили». «Это все? Ты что, дятел, одну бутылку только взял? Так я это... Ты ж денег не дал». Сеня развел руками. Маша курила. Тягала затяжки без перерыва на кислород. Ей понравилось тушить опленника бычки. Вася тихонько стонал. Капли били по крыше. За стеной, между порывами ветра, слышалось козлиное блеяние. Приглушенного света потолочной лампы хватило, чтобы осмотреть скромное помещение сарая. Грубо сбитый стол, заваленный ящиками, развешанные по стенам инструменты, рядом несколько плотно набитых мешков. «Это что?» Сеня вспорол один карманным ножиком. «Шерсть. Этот псих коз своих стрижет. Иногда в деревне продает, иногда в город ездит». «А как думаете, он с козами тоже?» «Того». Сеня осклабился. Тихое шипение и короткий вскрик. Довольная Маша отбросила бычок. «Конечно того, да?» Максим обошел Васю, проверил веревку и облокотился тому на плечи. Стул скрипнул под пленником. «Любишь козочек своих, да?» «Это все знают». «Г-все», — поддакнул Сеня. «Слышь, безмозглый, может, у тебя дома бухнуть есть?» Спросил Макс. «Мы сюда не бухать пришли». Маша опустилась на корточки, ее руки потянулись к Васиному ремню. «И то верно». Макс пробежался взглядом по инструментам. Выбрал садовые ножницы, проверил лезвие пальцем. Туповаты. То, что нужно. Девушка уже стянула со связанного штаны с трусами. Он почти не дергался, только водил головой из стороны в сторону и со свистом втягивал воздух. Максим харкнул на пол и посмотрел жертве в промежность. «Слух, Максимыч, чё-то это жесть какая-то». Начал Сеня. «Заткнись», — ответил палач, не отводя взгляда. «Заткнись, твою мать, с педофилами только так». И щелкнул ножницами перед Васиным лицом. Маша в нетерпении пританцовывала рядом, облизывая губы, съедая остатки розовой помады. «Ну, чего ждёшь?» — спросила она. «Сейчас». Все смотрели на него, все ждали его. Максим ерошил короткие волосы свободной рукой с такой силой, что голове стало горячо. Водка шумела внутри. «Чёрт! Давай я!» Машка подскочила, заглянула в глаза. «Я смогу! Я сделаю!» Парень отдёрнул руку. «Нет. Ну его нафиг. А как мы потом кровь остановим? Сдохнет раньше времени, а оно нам не надо». Он метался по сараю. Взгляд девушки нервировал. Ещё эти козы за стеной. Не надо оно нам. Рано. Взгляд упал на метровый колун. Есть идея получше. Вася пялился в зеркало. Даже слабого света из соседней комнаты хватало, чтобы рассмотреть отражение в деталях. Лицо искривлено, будто одна половина тяжелее другой. Белки глаз под безмерно широким лбом выпучены так, что вот-вот вывалятся из орбит. Припухлый нос изъеден язвами и напоминает сгнившую сливу. Заячья губа обнажает острые зубы разной длины. Даже недельная щетина не способна скрыть угловатую челюсть с вытянутым подбородком. Ему хотелось размахнуться, почувствовать хруст холодных осколков под костяшками. Физиономия в зеркале подернулась рябью, расплылась. Теперь на Васю смотрел статный мужчина, едва за тридцать, с гладкой кожей и блестящей голубизной глаз. Каждая линия лица, каждый мускул словно вышли из-под резца античных мастеров. «Смотри, таким ты можешь быть. Не отворачивайся. Больше никто не отвернется. У тебя будет любовь. Будет все». Слезы мочили бороду. Вася дрожащими пальцами коснулся стекла. «Отдай ее мне». Они встретились на той же опушке, где он увидел Катю. Той ночью козы вели себя особенно неспокойно. Блеяли без умолку, жались округлыми боками по углам загона. Вася всегда понимал своих любимец. Чувствовал, когда им хорошо или больно. Иногда ему казалось, что они единственные, кто говорит с ним по-настоящему, без ненависти и страха. Еще никогда они не были так напуганы, как той ночью. На днях Вася встретил в лесу волчьи следы и решил, что козы чувствуют близость мохнатых хищников. Несколько раз он в поисках подкопа обошел вольер с колуном наперевес. А потом увидел. В свете луны шерсть почему-то казалась особенно черной, будто существо выбралось из угольной шахты, и лишь рога выдавали в нем козла. Осторожно ступая, чтобы не спугнуть гостя, Вася подошел ближе. Но тот и не думал убегать, стоял и смотрел на человека из-под лобья. Вася почувствовал, как на спине приподнимаются волосы, и поежился. Раньше козы не заглядывали ему в глаза. Звуки из загона пропали, животные замерли, боясь дышать. Боялся вздохнуть и сам Вася. Черный постоял еще с минуту и спокойно прошел мимо, к своему новому дому. Вася не мог нарадоваться на невесть откуда взявшегося питомца. Спокойный, ласковый, с густой шерстью редкого окраса, которую так приятно расчесывать. Козлята от такого должны получиться крепкие, здоровенькие. Остальные козы по-первости сторонились чужака, но чуть погодя привыкли. Волчий крик Вася услышал на третью ночь. Не вой, именно крик. На пороге смерти последние звуки животных схожи с человеческими. Мужчина выскочил босым, рванул к загону, освещая тьму фонарем с тяжелым топором в правой руке. Внутри густела тишина. Козы жались друг к дружке. Лишь черный стоял поодаль. Рядом с ним валялись клочки, испачканные в красном шерсти. К запаху паленого примешался незнакомый, едкий до того, что Васю чуть не вырвало. Раньше он решил, что козел сбежал из соседней деревни, но теперь крепко задумался. Откуда тот взялся в лесу? И куда делись волки? Сметение не мешало Васе душой тянуться к странному зверю. Стоило погладить черную шерсть, и ладони слегка покалывало, но чувство, то нельзя было назвать неприятным, скорее чудным. Оно расплывалось по телу, прогоняя усталость, успокаивая. Гадать пришлось недолго. Вскоре заболела Марфа, любимая козочка с по-детски добрыми глазами и коричневым пятнышком за ухом. А за ней слегло еще несколько. Животные отказывались есть, даже не вставали, их шерсть оставалась в руках, стоило только потянуть, а глаза покрыла мутная пленка. Вася не спал ночами и почти ничего не ел. В деревне ему никто не смог бы помочь, а ехать из города в такую глушь отказались все ветеринары. И тогда он впервые услышал «Есть вариант. Отдай ее мне». Вася понял, кто лезет ему в голову. Голос просил крови. Совсем немного, и тогда все наладится. Одна жертва ради спасения других. Загон к тому времени грозил превратиться в кладбище. Из Васиной головы начисто стерся день, когда он поднял нож над Марфой и напоил черного козла еще теплой, кранатовой кровью прямо из липких рук. А следующим утром козы разом встали на дрожащих от изнеможения ногах и бросились к бодье с кормом. С тех пор их не брала никакая хворь, жизнерадостные животные наедали бока и поблескивали на солнце здоровой шерстью. И даже урожай со скромного огорода вырос таким, какого Вася до сих пор не видывал, а опушка разродилась ягодами по лету да грибами по осени так, что страшно ступать стало, чтобы не подавить лесные дары. Голос остался с Васей. То кружил невесомо над самой макушкой, то вгрызался до зубной боли. «Мы с тобой похожи уродством», — говорил он. «Наш отец бросил нас, едва увидел». Он редко просил, и всегда только одного. Раз в год Васе приходилось браться за нож. Мужчина долго собирался, рыдая в подушку несколько ночей к ряду, тщательно мыл руки и шел за новой жертвой. Раньше, если ему нужны были деньги, он мог продать козочку. Сердце скрипело, но терпимо. Сейчас все поменялось. За козлятину хорошо платили, гораздо лучше, чем за молоко и шерсть. Совсем без наличности не протянуть даже отшельнику. Зато весь следующий год Вася был уверен, что с его подопечными ничего не случится. И плошка свежей крови совсем не цена. «Отдай ее мне!» — голос вырвал Васю из размышлений. Из зеркала на него пялился все тот же урод, что и всегда. «Она не испугалась, не отвернулась. Значит, дело не во мне». Вася спохватился. Слишком надолго он оставил девочку одну. Вернулся в комнату и обнаружил Катю собранной на самом пороге. Высунув язык от усердия, она завязала последний шнурок. В блюдце остывал чай. Несколько малиновых капель упало на застиранную скатерть. Девочка выпрямилась и внимательно посмотрела на Васины пустые руки. Нахмурила бровки. «Телефон не принесли?» Вася покачал головой. Она что-то подозревает. «Зачем он только соврал про телефон?» «Отродясь, его не было, да и не ловит здесь никакая связь». Но не хотелось мокрого зайчонка оставлять мерзнуть на улице одного. Катя отступила на шаг. Не сводя с Васи внимательных глаз, потянулась рукой к двери. «Можно я пойду?» — тихо спросила она. «Темно уже. Мне домой надо». «Решайся. Решайся». Вася поморщился от эха в голове и вздохнул. «Раздевайся». Соскучился козлина. Макс плюнул, густая слюна повисла на краю кроссовки. «Ну ёпт!» Частое дыхание парня сбивалось на свист. Пахло кровью и немытым телом, а одежда в тёмных пятнах насквозь промокла. Он вытер лицо тряпкой, но на бровях и щеке осталось несколько багряных капель. «Извини, что надолго одного оставили». «Ну ничего. Веселье продолжается». Максим приставил к стене окровавленный колун. «Вася не слушал. Его голова моталась из стороны в сторону, норовя сорваться с шеи. Раны на лице горели от солёных слёз. Рыдания вырывались из его обезображенного рта межразбитых зубов и разлетались далеко за пределы сарая, разбивались о чёрную стену ночного леса. «Ну, тише, тише». Максим обошёл привязанного, крепко сжал его голову, чтобы та не дёргалась. Наклонился к самому уху. «Ты ведь понял, да? Я их всех нахер порубал. Слышишь? Топором твоим. Головы одну за одной. Слышал, как они сдыхали?» Вася взвыл сильнее. «Некого тебе больше трахать, да? Некого». Максим похлопал пленника по плечу. «Не скучай, сейчас вернусь». Вася задыхался. Мир обрушился на него тёмной громадой в алых разводах, придавил к спинке стула, пережал кадык. Маша открыла дверь спустя минуту, пропуская парней вперёд. Из десятилитровой кастрюли поднимался пар. «Не отрезали яйца, так хоть сварим». Сеня нервно хихикнул. «Неси ровно». «Так горячо же. Полотенце тебе на что дал? Так. Раз, два, три». Васин крик ударил по ушам одновременно со звоном пустой кастрюли о пол. Вязкая масса дымилась на голых ногах, залила живот. Комки свернувшейся крови стекали поляшком. «Да!» Маша подпрыгнула на месте. «Давайте скорее, пока не застыло!» Крикнул Максим. Перепачканные кровью, они веселились, как дети, которые впервые из любопытства выпотрошили голубя. Скакали вокруг, бросая на Васины ноги шерсть из мешков. «Так-то, козлина!» Смеялась Маша, размазывая по щеке засохшие капли. «Ну, чисто сатиру, ёпта!» Долго провозились, но оно того стоило. Максим достал из пачки сигарету красными пальцами. «Кровь с молоком — бабушкин рецепт!» Сеня прилепил к жертве очередной клок шерсти. «Вы что, потом это жрали?» «Нет, конечно!» «Это она из детства своего!» «Да и рецепт там маленько другой!» «Хватит про твою бабку, а то меня прямо здесь!» «Эй, а этот чего затих?» «Вырубился?» «Отчухайте его, сейчас вернусь!» Маша подошла к Васе, ударила по щекам, силой разлепила века большим пальцем. «Это ещё не всё, дружочек. Даже не надейся, сука. Ты убил мою сестру! Её оскал маячил в сантиметре от обезображенного лица. И мы с тобой ещё не закончили!» Макс вернулся, держа свою ношу за длинный рог. «Ты пока ещё преобразился только наполовину!» К Васиным ногам покатилась голова чёрного козла. «Раздевайся!» Вася подошёл к шкафу. «Твоя одежда плохо высушилась, а вечера холодные, и курточка у тебя, того, тоже холодная!» Катя замерла, шмыгая носом и не выпуская дверной ручки. «Вон, сопливишь уже!» Мужчина зарылся в шмотки с головой. «Так, вот носки шерстяные, тёплые и шарфик. Сейчас куртку дам». Вася встал. «По лесу одна опять заблудишься. Я провожу. У меня и фонарь хороший есть». Катя какое-то время медлила, затем стала переодеваться, бросая на Васю короткие взгляды. Её вещи он сложил в отдельный мешок. «А вы меня точно домой отведёте?» «Отведу». Девочка пристально всмотрелась Васе в бороду и неуверенно улыбнулась. До деревни, даже коротким путём через лес, было около шести километров. Шли молча. Вася по-прежнему стыдился своей лжи о телефоне и старался не смотреть на спутницу. Лес словно умер. Свет фонарика выхватывал чёрные стволы. Те мрачными надгробиями тянулись ввысь. Кое-где лежал не растаявший снег, будто припорошенные могильные плиты. Влажный воздух холодил лица. Катя остановилась. «Мне хочется...» «Чего?» «Я хочу...» «В туалет». «Иди». Мужчина кивнул. «Только недалеко, чтобы видела свет». Девочка смешно поковыляла за деревья, размахивая непомерно длинными рукавами. Край мужской куртки почти волочился по земле. «Подумай...» «Нет, я решил...» «Её там не ждут. Она, как мы с тобой, будет только хуже. Ты её не получишь». «Спасибо не скажут. Не поверят, что не трону. Оболгут. Загнобят». Голос накатывал тяжёлыми волнами. Теперь он гремел изнутри, возвращался эхом. Требовал. «Отдай!» «Нет!» «Молчи!» «Молчи!» Вася кричал, но не мог перекричать. Ударил по стволу кулаком, чтобы заглушить голос болью. «Молчи!» «Да замолчи же ты!» «Пожалуйста, молчи!» Он бил, пока слушалась рука. Кровь на коре. Кора забилась вплоть, а перед глазами пелена из слёз. Вася утерся рукавом. Рядом стояла Катя и с открытым ртом смотрела на запыхавшегося, окровавленного мужчину, а потом побежала. «Стой!» Вася подхватил фонарь и бросился следом. Он должен её догнать. Успокоить. Бежал, не различая дороги, по зарослям настолько густым, что не каждый зверь сможет проложить здесь свои тропы. Поскальзываясь на мокрых корнях, падал в липкий снег, задыхаясь, сдирал кожу об острые ветки, целился лучом света в ускользающий силуэт, но невысокая фигурка всё реже мелькала впереди. «Да как она так быстро бежит в этой куртке?» Впереди послышался шум воды и сразу за ним короткий вскрик. Вася рванул на звук, ломая колючие ветви. До обрыва он добрался уже на четвереньках. Из-за слякоти край стал скользким и норовил обвалиться под его тяжестью. Фонарь осветил торчащую из крутого склона путаницу корней и бурлящий поток чёрной воды. Вася ползал вдоль обрыва, измазавшись в раскисшем грунте, кричал в темноту, пока не осип и окончательно не выбился из сил. Сел, поджав ноги, вцепился зубами в грязный рукав так, что почувствовал через плотную куртку, зажмурился до боли. Когда открыл глаза, заметил на одном из корней дрожащий от ветра кусочек ткани, потянулся, рискуя свалиться, ухватил кончиками пальцев, прижал к груди детскую рукавичку. Катина тело нашли на третий день в двух километрах ниже по реке. Тем же вечером к Васе постучалась полиция. Он не стал скрывать, что девочка была в его доме. Рассказал ей о том, что собирался отвезти её в деревню, и что Катя испугалась темноты и побежала, не разбирая дороги. О голосе в своей голове рассказывать не стал. Не стал говорить, что последнее время из дома выходит лишь, чтобы покормить коз, а сам ничего не ест. Дело свернули быстро за неимением доказательств. На теле девочки не обнаружили следов насилия, лишь гематомы от падения с высоты. Пожилой следователь смотрел на Васю с прищуром, тем немигающим рабочим взглядом, которым привык копаться в чужих головах и жевал седой ус. Вижу, зараза, что не всё так гладко. С такой-то рожей по ней всё вижу, но пока свободен. Пшёл вон! Вот! Ещё пару стежков и готово. Кривовато, конечно, ну как есть, я плохо шью. Длинная игла скользнула в отверстие, увлекая за собой чёрную нить, пропитанную кровью. Толстая шкура козла поначалу не хотела поддаваться, поэтому пришлось заранее пробить с шилом дыры. Зато с человеческой кожей иголка справлялась отлично. Васю трясло. Когда убивали его коз, он переживал с ними последние моменты, слышал их, чувствовал на себе каждый удар. Теперь не осталось боли, лишь лихорадка и растёкшийся по телу густой туман. «Ты никогда не спрашивал, кто я». Слова прилетели сверху, забарабанили по темечку холодными каплями. «Я знаю, ты меня слышишь». «Вот козлина, вылитый». Макс отошёл, вытирая тряпкой руки, чтобы полюбоваться на результат. «Селфи!» Маша вытянула телефон, ловя в кадр своё лицо и пришитую к мужчине козлиную голову. «Не вздумай никуда выкладывать, удали лучше. Я же не тупая», фыркнула девушка, листая готовые фото. Не спрашивал, боялся. Боялся ответа. Боялся поверить, что всегда с тобой рядом лишь твоя фантазия, что чудовище здесь, ты. «Нет, ну, красавец, мы тебе одолжение сделали, урод. Всяко лучше, чем с твоей рожей». Но я здесь, и у меня есть вариант. Жесть какая! Сеня отвернулся от изувеченного человека, потер уши и зевнул. «Уже почти утро, чё-то я замёрз». «Не ной», одёрнул его Макс, копаясь в ящиках на столе. «Сейчас собираемся, но сначала согреемся». Я мог разобраться с девчонкой, и никто бы не узнал. Ты не захотел. Я мог заставить их жрать внутренности друг друга. Ты не захотел. Тьма вокруг, и в свете едва тлеющего уголька последнего оплота сознания, Вася с трудом удалось сложить слова в ответ. «Она умерла из-за меня. Не уследил. Я виноват». «Тогда скажи, что заслужил всё это. Скажи, что вправду так считаешь». Максим нашёл бутыль из мутного пластика и стал лить ацетон на оставшуюся в мешках шерсть. А с ним что? Сеня кусал губу и пританцовывал на месте. «Молчишь». «Так оставим. Пускай тоже греется», оскалился Максим. «Я мог бы забрать ваших детей, мог бы проглотить ваше небо и звёзды, но я смирился с положением. Довольствовался малым. Скрылся. Отец забыл про эту глушь, но даже здесь я умудрился вляпаться в ваше дерьмо». «Есть спички?» спросил Максим, отбросив пустую бутылку. «Зажигалка только». «Ну, зажги вон ту бумагу и бросай туда». «Ты не замечаешь уродство мира за своим собственным. Идёшь на казнь, а в то время палачи сами достойные шафота». Вася почувствовал спиной жар в нос ударил запах Гарри. «Ты не прав. Я покажу. Отдай его мне». «Кого?» «Мир». Пламя росло быстро, тянуло алые листья к крыше. «Я знаю, ты хочешь. Ты понимаешь, что я справлюсь лучше. скажи». Компания улыбалась, смотрела, как огонь окружает привязанного к стулу. «Выходим, скоро здесь не продохнёшь». «Скажи». «Забирай». Пришитая к телу голова заглушила слабый голос, но Максим обернулся на самом пороге. «Что ты там проблеял? гори ваду, мразь», и захлопнул дверь сарая. О, червь даже не представляет, как близок к истине. Впервые Васе показалось, что различил усмешку в безликом голосе. «Покурим?» «Я пустой». «Тоже». «У меня последнее». Они ёжились от холода и курили, передавая единственную сигарету по кругу. За дверью трещал огонь. «Луна». «Ага». Три пары глаз, не отрываясь, следили за багровым диском над головой. «Никогда такой не видела». «Это небо благодарит нас за кровь педофила», серьезно сказал Максим. «Ля, как отмываться теперь». Сеня осмотрел себя. «Одежду сожжем в лесу». Макс положил бычок в карман. «Все, валим». «Подожди». Маша схватила его за руку. «Почему он не кричит?» «Я хочу это услышать». Макс взял ее за волосы, притянул к себе, впился в губы, чувствуя сигаретную горечь с солоноватым привкусом. «Ты сумасшедшая», рассмеялся он после поцелуя. «Мы», улыбнулась она и сразу поморщилась. «Чем смердит?» «Тухлыми яйцами какими-то? Признавайся, падла, ты шептуна пустил». Макс повернулся к Сене. Тот не успел ответить. Дверь сарая распахнулась, выпуская высокую фигуру в клубах дыма. Взмах колуна снес Сене половину лица. Максим успел лишь вскинуть руки, прикрывая голову. Топор вошел ему в левый бок, полоснул живот, и парень покатился по грязи. Женский крик над головой оборвался хрустом. Рядом лежало что-то теплое, липкое и вонючее. Тело онемело, и Максим с трудом повернул голову, чтобы не видеть собственные внутренности. Маша стояла на четвереньках, из ее разбитого лица щедро капала. Козья шерсть тлела чуть выше пары раздвоенных копыт. Парень скосил глаза. Шов исчез. Черная голова с рогами вросла в человеческое тело. Всякий невинный, сваренный в крови невинных, возродится зверем. И пойду я в дома клеветников и ругателей, самозванных палачей и истязателей, чтобы воздать им и окраситься ваши ночи в цвета мои. Голос колоколом разнесся под сводами хвойных великанов. Человек-козел схватил Машу за волосы и потащил к старому дому. Но Максим не услышал ее криков. Холод тонкими иглами проник под кожу от щек по лбу к вискам. Будто ледяные руки легли на разгоряченное лицо. В козлиных глазах отразился диск окровавленной луны. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова